Добрый день, я очень рада вас здесь видеть. Спасибо, что пришли. Давайте начинать. Для начала познакомимся, буквально пару слов. Меня зовут Настя. Я в тестировании достаточно недавно, всего два с половиной года, из них полгода я, можно сказать, в лицкой должности. Я очень люблю учить, очень люблю учиться. Учиться больше, чем учить, но приходилось делать и то, и то. И еще мне нравится разумная автоматизация. Разумная — это значит примененная тогда, когда действительно нужно, оговоренная. Собственно, про нее в том числе мы сегодня и будем говорить. Итак, пока вы видите на экране содержание, давайте вспомним вообще, что такое автоматизация. Поднимите руки те, кто с ней сталкивался в работе. Ой, здорово, вас много. А кто хотел бы начать, но еще не начал? Или вот только делать первые шаги. Такие тоже есть. Надеюсь, что вам доклад будет полезен. Автоматизация — это что? Это инструмент. Инструмент довольно мощный в руках умелого пользователя. Она хороша, когда применяется в соответствующих правильных условиях. То есть если мы сравниваем автоматизацию с молотком, то ей прекрасно забивать гвозди, но пилить доску ей мы не будем. То есть, конечно, молотком можно разбить доску, но вы понимаете, что из этого выйдет. Неровные края, неровный попил, и может даже и не получится, если опыта нет. Собственно, то же самое с автоматизацией. Применять ее нужно в тех условиях, когда для нее есть почва, и все хорошо. Итак, как же в идеальном мире мы применяем наш инструмент? Во-первых, в идеальном мире, когда у нас планируются какие-то активности по автоматизации и тестированию, мы всегда знаем о них за некоторое время до. То есть нас предупреждают, мы участвуем в планировании, скорее всего, в подготовке, оцениваем что-то. Кроме того, в идеальном мире автоматизация у нас присутствует на всех уровнях пирамиды тестирования. У нас разработчики пишут юнит-тесты, интеграционные тесты, либо они, либо другая команда покрывают сервисными тестами нашей API. Ну и интерфейсные тесты, как такая вишенка на нашем тортике. Кроме того, в идеальном мире, скорее всего, у нас есть команда наставников, ну или хотя бы один наставник, которые неплохо знают продукт, которые неплохо знают инструмент, с которым мы будем работать, и готовы нам помогать его осваивать. Но самое, на мой взгляд, главное, в идеальном мире, когда к нам приходят и говорят, ну что ж, кажется, мы будем вводить автоматизацию, мы уже умеем писать код. У кого была ситуация, как в идеальном мире? Вы везунчик. Ну, в реальности все иногда бывает несколько по-другому. Например, так. Привет, нам срочно нужны автотесты. Вот горит, горит, горит. А большинство тестировщиков команды писать автотесты не умеет. И вообще, ну, раньше у них не было опыта кодинга. А еще у нас нужно, чтобы все было четко видно. Мы спрашиваем, ну почему у нас же есть там юнит-тесты, разработчики пишут. Нет, нужно четко видно, чтобы было четко видно, какие вот сценарии проверяются. Окей. А, сколько у нас времени? А времени в обрез. Очень мало. И мы себя чувствуем примерно вот так. Ну, то есть, привет. Хорошо. Поднимите руку те, кто в этом случае, оказавшись вот в этой вот неидеальной ситуации, далекой, к сожалению, от желаемого, стал бы срочно учить какой-нибудь язык программирования осваивать. Так, есть такие вы трудяги. Это прям классно. Хорошо. А кто поступил бы линиевым вариантом и подождал бы, что, может быть, это требование автоматизации, все забудут про него скоро? Тоже разумный подход. Хорошо. Кто срочно стал бы смотреть какие-нибудь туториалы, как быстро поднять автотесты? Да, да, я так тоже делала, господи. Такой релейт. И это все на самом деле рабочие варианты. В каждой из ситуаций что-то может сработать. Но есть еще одна опция. Задавать вопросы. Да, есть такая замечательная модель проведения совещаний, называется Grow. Goal, Reality, Options and Will. То есть, что мы хотим достичь, что у нас уже есть, какие у нас есть пути достижения и что мы в итоге будем делать. Вот примерно по этой модели неплохо пойти в данном случае. То есть, сначала мы разведываем обстановку и понимаем, что у нас уже существует. Ну, например, существуют ли уже какие-то виды автоматизированного тестирования на проекте? Пишут ли разработчики юнит-тесты? Кто-то писал, может быть, автотесты на API? Или, может быть, даже есть какие-то поднятые end-to-end тесты? Ну, бог знает, вдруг была команда тестировщиков, которая этим раньше занималась. Кроме того, наша команда тестировщиков, наш тестировщик совсем не умеет писать код? Или они, может быть, чуть-чуть понимают, но у них просто не было возможности применить это в работе? В аутсорсе такое бывает. Кроме того, какая вообще ситуация с автотестами и на проекте, и в компании? У нас кто-нибудь владеет инструментами? Есть ли эксперты, к которым можно обратиться? Окей, выяснили, что есть. Выясняем нашу цель. Зачем нам нужны автотесты? Вы знаете, этот вопрос модный стал в последнее время. Что бы что? Его очень нужно задать. С какой целью? Это может быть покрытие регрессии. То есть она у нас разрастается до невероятных размеров. А может быть, нам просто нужно сократить время на ручное тестирование. Или, может быть, мы стартап, и нам хочется привлечь инвесторов. Такая ситуация тоже бывает. Ничего предусудительного нет в том, чтобы это делать. Узнали. Исходя из этого, задаем следующие уточняющие вопросы. Во-первых, сроки проекта. Как долго он сам по себе будет тянуться? Большая ли у нас команда тестировщиков? Большая ли команда разработчиков? Может быть, разработчики могут помочь тестировщикам? Насколько детальное требуется покрытие? Покрыть абсолютно все сценарии, которые у нас прописаны в тест-кейсах? Или только смоук-сценарии? Или вообще только демонстрацию какую-то устроить? Ну, этого достаточно, больше не нужно. Нужно ли как-то интегрировать тесты в существующие системы? Ну, я в данном случае привела CI, но это может быть и что-то другое. То есть, как у нас тесты будут себя вести в общей системе проекта? И будет ли какая-то поддержка проекта в будущем? Будем ли мы поддерживать автотесты? То есть, ну, имеет ли смысл задумываться о том, кто будет потом читать либо наш код, либо смотреть то, что вот мы наделали, и ругаться? Кроме того, нужно узнать про деньги. Потому что иногда у нас просто нет возможности подключить какой-то платный инструмент. Ну, и, собственно, какие требования к окружению? Будем мы прогонять тесты только в Google Chrome, например? Или нам нужен полный список разных браузеров? В том числе и в мобильных браузерах все проверить. И последнее, очень важное. Есть ли какая-то финальная картина того, что от нас ожидают? Всегда же хорошо, когда есть какой-то definition of done. Итак, мы выяснили обстановку, прояснили, все понятно, требования. Теперь нужно как-то смачить вот те варианты, которые у нас появились в соответствии с этими требованиями, с какими-то действиями, которые мы можем дальше произвести. Допустим, если у нас достаточно много времени, если у нас есть люди, которые могут нам потенциально помочь, если тестировщики уже владеют каким-то технологическим стеком, каким-то языком программирования, то тут, конечно, ситуация, когда, наверное, молотком не стоит разрубать доску и стоит выделить себе некоторое время, попробовать научиться писать код. Но бывает и другая ситуация, когда все горит, все очень срочно, тестировщики большинство код писать не умеют, нет времени на обучение. Но это не безнадежная ситуация, скажу честно. В данном случае выход есть. И вот мы о нем как раз и поговорим сегодня. Кодлис-инструменты. Как следует из названия, это инструменты, которые не требуют от тестировщиков навыков написания кода. Мы узнаем про то, что такие инструменты существуют, и начинаем вбивать в Google, искать, и понимаем, что у них довольно много функций разных. Они легко устанавливаются, они позволяют тестировать разные платформы, какие-то даже используют по заявлению создателей искусственный интеллект в себе. Они генерируют прекрасные отчеты, существуют даже какие-то вполне себе доступные. Вот установил и начинай. Это же так классно, да? Восторг, восхищение, решение найдено. Прямо самое время сказать себе «стоп» и подумать. В любой непонятной ситуации нужно думать. Давайте подумаем, насколько нам подходят эти инструменты. Как-то они с нашими целями соотносятся. Если они такие клевые, эти инструменты, такие здоровские, то почему вообще люди еще пишут код, да? Они что, глупые, что ли? Мы же можем не писать. В конце концов, даже если по какой-то ситуации мы что-то поняли и прозрели насчет этих инструментов. Их же так много. Как минимум штук 10, наверное, на вскидку можно назвать. Как выбрать тот, который нам конкретно подходит? Ну, кажется, нам с вами нужно в чем-то разобраться. Как и любой инструмент автоматизации, кодли с инструментами, это штука, у которой есть некоторые, ну, так скажем, границы применения. Как нам разобраться в этих границах? Как, когда нужно, ну, и желательно применять кодли с инструменты? Во-первых, когда мало человек в команде, умеет писать код, нет времени на обучение, да? Тут все понятно. Либо когда нас сильно поджимает время, и нам нужна наглядность какая-то. Когда не требуется поддержка, потому что, ну, будут эти скрипты записаны, и будут там в каком-то своем формате хорошо. Мы их прогоним, отдадим проект заказчику, все здорово. Либо, ну, бывает такая ситуация. Компания купила платную версию утилита, и нам нужно ее использовать. Ну, как бы, не все здесь от нас зависит. Иногда, вот, да, нам нужна просто какая-то наглядность. Например, когда у нас была стажировка для тестировщиков, мы с джуниорами прям садились и использовали один из кодли с инструментов, потому что это наглядно, это классно, это реально мотивирует и заряжает. Вау, твой тест бегает по экрану. Ну, и последний вариант, но не последний по значению. Иногда нам просто хочется. Это все мы люди, у нас у всех есть свои желания, предпочтения. Иногда нам хочется использовать этот инструмент. Есть время на это, есть силы, есть возможности. Почему бы нет? Давайте развернемся. Супер. С границами применения разобрались. Но ведь все не так однозначно. Наверное, есть какие-то плюсы и минусы? Конечно, есть. Не буду даже пытаться обмануть. Плюсы. Во-первых, кодли с инструментом максимально просто начать использовать. Ну, то есть некоторые позволяют просто установить в браузер расширение и тут же, как их некоторые называют, тыкалки, потому что мы тут же начинаем выполнять какие-то действия, рекордер все записывает, все классно, все здорово. Кроме того, есть довольно много бесплатных, хороших инструментов, которые позволяют тестировать, в том числе, десктоп, например. Это же здорово. Также в некоторых инструментах используется искусственный интеллект. Честно говоря, по своему опыту я разницы не заметила. Но если, опять же, мы говорим про стартап какой-то, то это может помочь привлечь инвесторов. Все довольно наглядно, да? Понятно, как тесты гоняются, что они проверяют. Ну и не требуют обычно такие инструменты каких-то дополнительных установок, каких-то переменных окружений. То есть все работает из коробки. Круто. Но есть, конечно, и моменты отрицательные. Во-первых, нужно всегда помнить, что код из инструмента — это прослойка между кодом, который, как правило, использует библиотеку Selenium WebDriver в связке, например, с Java. И вот, собственно, WebDriver, через который все происходит. И, как и любая прослойка, она замедляет тесты, и она может служить источником ошибок, которые находятся именно в этой вот прослойке, и от нас не зависят. Это, конечно, не очень хорошо. Приятнее, когда мы на все можем повлиять так или иначе сами. Кроме того, кодлис — это не совсем стандартная автоматизация, которую обычно люди имеют в виду, когда говорят, я занимаюсь автоматизацией тестирования. Из этого тоже вытекают некоторые проблемы. Также могут быть проблемы с интеграцией в экосистему проекта. Ну, что касается CI, на самом деле, этот пункт, я бы его вычеркнула уже, потому что сейчас многие инструменты позволяют вкрутить тесты в CI. Ну и опасное такое, может возникнуть сложное чувство эйфории, типа, о, все, я автоматизатор, классно, пойду писать автотесты. Нет, нет, это немножко не так работает. Это заглушка-прослойка, помним, помним про заглушку. Хорошо, мы разобрались примерно в границах применения, взвесили за и против, все равно хотим попробовать колес-инструменты. Но их так много, как их выбрать, да? Как выбрать то, с чем мы будем работать? Можно провести сравнительный анализ примеров. На экране вы видите название инструментов, которые я выбрала для своего сравнения. Почему именно их? Потому что они чаще всего встречались мне в разных статьях на тему, в каких-то источниках. Восемь штук достаточно для того, чтобы примерно с ними познакомиться. Окей, чтобы сравнивать, нам нужны какие-то критерии. Я выделила следующие. Во-первых, стоимость. Ну, это реально важно. Иногда компания не готова нам проспонсировать платный инструмент, а иногда нам это и не нужно, если проект всего на месяц, зачем просить на это дело финансирования. Покрытие покрывает только интерфейс или в том числе и IP. Опять же, что из себя представляет приложение? Это какой-то веб-интерфейс или это расширение для браузера, а может быть это вообще стендалон приложения? Что покрывает мобилки, веб, десктопные приложения? Такие тоже бывают. Это прям вообще для меня была такой потрясающей новостью, потому что еще пару лет назад я не могла найти инструмент для автоматизации десктоп-тестирования. Возможность шарить тесты. Обтекаемая формулировка. Я имела в виду возможность как угодно скинуть тесты кому-то другому, но так, чтобы они не находились у нас в локальном машине. Хоть там сохранить файлы через Telegram перекинуть коллеге. Возможность экспортировать тесты в код. Это если мы все-таки захотим подробнее разобраться и начать поддерживать эти тесты уже именно с помощью кода на каком-то языке программирования. Возможность работы с тестами. В общем, просто что позволяет инструмент делать с тестами внутри него. И источник. Open-сорсное приложение либо коммерческое. Для кого-то это может быть важно, а мне было просто интересно. Итак, поехали. Давайте рассмотрим эти инструменты. Selenium IDE. Первое, что приходит в голову, когда мы начинаем разбираться с автоматизацией без кода. Выглядит он как отдельное окошко в браузере и представляет собой расширение для Chrome либо Mozilla. Есть возможность сохранить файл с тестами. Есть возможность потом это все интегрировать в средства непрерывной интеграции. Ну, экспортировать тесты в код тоже можно, но возможности, к сожалению, не то чтобы супермного. Это, естественно, open-source инструмент. И что мне кажется самое интересное в нем? Во-первых, то, что тесты все же можно переносить в код. То есть, если мы начнем с ним работать, то, скорее всего, в будущем мы сможем продолжить поддерживать тесты, если захотим научиться какому-то языку программирования. Во-вторых, инструмент реально популярный и реально поддерживаемый сообществом. Если у вас возникнет вопрос, просто вбиваете на Stack Overflow, скорее всего, он уже где-то решен. Ну и он прост. Начать с ним работать, реально два клика. Установить его в Chrome, например, и начать записывать тесты. Супер. Каталон Automation Recorder. К моему удивлению, не все про него слышали, но он прекрасен. Это такая оберточка над Selenium IDE. Как Selenium IDE, только чуть лучше. Так же выглядит, как отдельное окошко браузера. Собственно, позволяет он несколько больше. Тоже open-source инструмент. Куча возможностей экспорта в код. Там вплоть до того, что можно создать какой-то кастомный форматер. И можно с тестами работать всяко-разно. Например, читать логи при прохождении тестов. Что было сделано, что сейчас происходит. Возможность как-то эти логи загружать в файл и впоследствии в свой проект в этом расширении, чтобы анализировать ошибки. То есть, может быть, мы тест прогнали на другой машине, а логи запустили на третий. Классно. И все смотрим. Кроме того, мне понравилась возможность автоматически создавать скриншоты для упавших тестов. Мы четко видим, где именно возникла проблема. А также использовать так называемый подход data-driven testing. Ну, для корлис-инструмента это впечатляет, согласитесь. Плюс у него хорошая совместимость с более мощным инструментом под названием Catalon Studio. Что такое Catalon Studio, спросите вы? А давайте посмотрим вместе. Catalon Studio — это, можно сказать, полноценное IDE для разработки тестов. IDE, потому что это также десктопное приложение, как и большинство IDE-шек, и потому что у него просто множество функциональностей. Что он может? Он может интегрировать тесты в CI, точно так же экспортировать их в кучу разных языков программирования в связке с разными фреймворками. Также можно читать логи, автоматически сохранять скриншоты на упавшие тесты. Но больше всего, больше всего, мне нравится, что он поддерживает автоматизированное тестирование не только веб, но еще и мобилок, и даже десктопа. Вот это прям просто чудесно. Для бесплатного инструмента супер. Вы можете увидеть список разных языков и фреймворков, в которые можно экспортировать тесты. Кроме того, как и в Catalon Automation Recorder, можно добавлять кастомный форматер. Что здорово? Здорово, что у нас есть, по сути, бесплатный мощный инструмент для создания автоматизированных тестов. Вот так вот, из коробки. Возможно создавать тесты для десктопа. Супер. Кроме того, интересный такой момент, Catalon Studio поддерживает паттерн Page Object. То есть обычно как? Мы когда записываем тесты кодли с рекордером, то мы не говорим про какую-то архитектуру. Мы просто хотим записать скрипты, чтобы они работали и как-то прогонялись. А тут, хоп, можно даже вот их как-то структурировать. Это все, конечно, супер. Для экспорта тестов база просто супер широкая. Ну и что мне больше всего нравится, это возможность на практике переходить от кодли с инструментом к написанию кода. Как это осуществляется? За счет трех режимов. Скрипт, мэнил и рекорд. Рекорд режим — это просто кодли с рекордер. Мы делаем какие-то действия в браузере. В это время у нас инструмент записывает за нами, автоматически вытаскивает локаторы. Ну и все, тест готов. Если говорить про мэнил мод, то команду, что будем делать с инструментом, мы выбираем вручную. Ну то есть, например, кликнуть или перейти куда-то, или открыть ссылку, или там как-то поработать с алертом или новым окошком. Ну а локатор выбираем автоматически с помощью того же инструмента, что делается в рекордере. Скрипт мод — это уже полноценное написание теста с помощью кода. То есть мы переходим вот как раз-таки в такой IDE. И все тесты можно менять между режимами. То есть мы можем записать тест, а потом посмотреть, как он выглядит в виде кода. Это прям реально способствует пониманию. Мне это в свое время очень помогло. Тест-тим. Тест-тим — это один из инструментов, создатели которого заявляют, что в нем используются технологии искусственного интеллекта для стабилизации прогонов тестов. Выглядит он как вот такая вот веб-панель, плюс расширение, которое устанавливается, к сожалению, только в Chrome. Что интересно? Интересно, что покрывает он не только интерфейс, но и база данных. К сожалению, инструмент платный, и конкретной цены на сайте не было написано, поэтому нужно просто писать с создателем и согласовывать отдельно. Очень много возможностей для интеграции с разными внешними инструментами, и тоже, к сожалению, нет возможности экспортировать тесты в код. Но в оправдание могу сказать, что довольно много возможностей поставляется, собственно, в самом приложении из коробки, вплоть до использования бранчин, типа версионирования тестов, если можно так сказать. Аналогично G2 у нас может быть стабильная ветка с исполняемыми тестами и какие-то новые ветки, которые мы записываем, там стабилизируем, что-то в них меняем, делаем. Это прям здорово. Также можно работать с несколькими окнами или вкладками, запускать скрипты внутри тестов, работать даже с куками, что, в принципе, для кодли с инструментов. Опять же, меня впечатлило. Ну и можно писать какие-то собственные методы. Создатели постарались, чтобы, когда вы используете этот инструмент, у вас не возникало желания перейти на код. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но это один из вариантов. И пока он рабочий, почему нет? Что интересно, возможность тестировать данные в базе данных, использование вот этого искусственного интеллекта для стабилизации прогонов тестов. Повторюсь, что я разницы не заметила, но я использовала двухнедельный трайл. То есть, может быть, если использование идет на каком-то более длительном сроке, то стабилизация чувствуется. Плюс можно валидировать не только какие-то элементы на странице, но и файлы. Например, что файл там у нас с расширением PDF, весит столько-то, или картинка форматом JPG, имеет такое вот разрешение, и тоже весит какое-то определенное количество. В общем, так, необычные опции. Очень всегда хочется с ними поиграться. Еще мне понравилась параметризация тестов. В последнее время приходилось много работать с связкой Python и Selenium PyTest, и вот там параметризация меня прям впечатлила. Если здесь это работает аналогичным образом, то прям супер. RunnerX Studio. Возможно, тоже один из достаточно популярных инструментов. По крайней мере, еще несколько лет назад он был прям такой, на слуху. Что он из себя представляет? Представляет из себя тоже вот такую IDE. Должна упомянуть, что у RunnerX сейчас несколько продуктов. Не только Studio, но еще и IDE для написания именно кода. Но вот Studio позволяет использовать автоматизацию без написания кода. Что он делает? Да, цена так немножечко бьет в сердечко. Я знаю. Тоже, когда перечитала на рубли, так удивилась. Но из плюсов это разовая покупка. То есть это не нужно ежегодно обновлять. Это вот вы купили, и все, версия ваша. Позволяет тестировать веб-мобилки и десктоп. Очень много возможностей для интеграции и возможности экспортировать тесты в код. Все, что поддерживается .NET фреймворком. То есть, как правило, для нас, наверное, актуальны C-Sharp и Java. Кроме того, записывать можно шаги, запускать тесты. Ну, вот это вот все. Мне понравилось конкретно тестирование производительности и скриншот-тестирование. То есть можно, в принципе, даже не функциональные проверки проводить, а чисто интерфейсные. И тесты можно запускать удаленно и параллельно. Классно. Если этот инструмент использовать прям полноценно, то, наверное, можно развернуть что-то очень здоровское. Это, конечно же, коммерческое приложение, как вы поняли из-за постоянности. Что интересно, это подробные и красивые репорты из коробки, это возможность тестировать десктопные приложения, это возможность тестировать производительность и скриншот-тестирование. Кроме того, для тестов можно мокать данные вот прямо из приложения и параллельно и удаленно запускать тесты. Mable. Mable тоже подобно тестиму веб-клиент, который работает в связке с расширением. Ну, к сожалению, только для Хрома, опять же. Также это платный клиент коммерческий, и он позволяет… ну, как, на него есть подписка, но ее нужно заголосовать индивидуально. Позволяет тестировать только веб, к сожалению, но при этом дотягивается до уровня API. Интеграция у него не такая большая по сравнению с теми инструментами, что мы уже рассмотрели. Зато возможности работать с тестами, конечно, классные. То есть это и запуск скриптов, опять же, и тестирование с какими-то условиями через ИФ и так далее. Ну, круто. Плюс в гроуз, так называемых, интерпрайз-версиях есть поддержка разных браузеров, типа Internet Explorer или Safari. Это вообще здорово. Довольно уникально, как по мне. Ну и, да, собственно, также он позволяет работать с куками, использовать неплохие детальные репорты, здорово, и работать с несколькими окнами. Версионирование тестов работает примерно как гуглодоки. Можно посмотреть, кто последний все сломал. Test Project. Тоже классный инструмент, который для меня лично отказался замечательным открытием. Он выглядит как веб-интерфейс, и связка, в которой он работает, она реально уникальна. Я больше такого не встречала. Это веб-интерфейс, который работает в связке с десктопным клиентом, с стендалонг-приложением, так называемым эджентом. Что позволяет делать эджент? Во-первых, он позволяет шарить тесты внутри команды. Если у всех установлен эджент, и все работают в одном воркспейсе, то все, соответственно, могут к одним и тем же тестам иметь доступ. И, кроме того, он позволяет устанавливать аддоны. Ох, аддоны — это просто нечто великолепное, что характерно для тест-проджекта. В аддонах есть множество функций, и, по сути, я бы сказала, что весь этот инструмент собирается из вот этого веб-интерфейса в коробке и кучи аддонов, за счет чего он очень-очень классно кастомизируется. Например, я встречала такой немножечко излишний, как мне кажется, аддон, с преобразованием устной английской речи в шаги тест-кейсов. Ну, то есть сидишь, надиктовываешь тест-кейс. По сути, как в Siri, да? Но прикольно. И, разумеется, все эти аддоны позволяют расширять возможности для автоматизации, в том числе автоматизировать и мобилки. И, наконец, последний в нашем списке — тест-крафт. К сожалению, мне не удалось связаться с создателями. Почему? Потому что тут нельзя скачать приложение просто с сайта. Это нужно написать. Ну, и это приложение тебе присылается для пробной версии, примерно как у RanaRex. Вот мне, к сожалению, не ответили, поэтому буду рассказывать по тому, что увидела официальную документацию. Тесты здесь выглядят как такие UML-диаграммы. Это достаточно интересно, достаточно прикольно. Также поддерживается conditional testing, то есть проход тестов по ветвям с условиями. Вот. Что здорово. Внешний вид теста в системе. Ну, согласитесь, это прям прикольно. Если вы привыкли работать, например, с диаграммами перехода в состоянии или там с юзкейсами или с майнмэпами, то будет очень удобно перейти на такой инструмент. Плюс можно исправлять шаги прямо по ходу выполнения тестов. Вот это меня поразило. То есть если у нас один и тот же шаг используется в нескольких тестах, и в первом тесте мы видим, что на этом шаге все завалилось, ну, не потому что у нас что-то не работает, а потому что тест неправильный, то пока дальше тесты идут, можно быстренько этот шаг поправить, и у нас там, например, следующая половина тестов не упадет. Ну, так, по-моему, забавно. Костыль такой. Также говорят, что там есть использование искусственного интеллекта для стабилизации тестов. И что еще мне понравилось, так и у Маббла, у него есть заглушка для имейлов. То есть не нужно использовать отдельный ящик для того, чтобы протестировать, что пришло письмо и так далее. Достаточно просто использовать эту заглушку, и прям все, в системе мы увидим, ну, что письмо как минимум пришло, или его контент, если нам нужно в контенте что-то найти. Хорошо, мы рассмотрели вот такие вот варианты. Они все что-то позволяют, у них у всех есть функции, довольно много бесплатных. Что же нам выбрать, что же нам выбрать, как же сделать этот выбор, да? Лучший вариант какой он? Его нет. Ну, это был очевидный ответ на самом деле, потому что я топлю за то, что автоматизация — это инструмент, и в зависимости от наших целей, в зависимости от того, для чего мы применяем, мы выбираем свой инструмент. Вы можете увидеть табличку с полным сравнением по QR-коду, там есть, собственно, для каждого инструмента и одна общая сводная для всех. Мы выбираем, исходя из того, что нам сейчас нужно. Нам нужен бесплатный мощный инструмент, нам нужно тестировать только в Apple, может быть, в мобилке, нам нужно быстро-быстро-быстро войти в вот эту вот кодлис-автоматизацию, а может быть нам, ну, не знаю, нужно поддерживать долгие проекты, для этого нужен какой-то мощный инструмент. Окей, давайте быстренько вот на примере посмотрим, как это работает, если вы не видели. Вот, да, запускается тест, открывается страница на примере, и я использую каталон automation recorder. Мой, пожалуй, фаворит. Что-то вводится, находится какой-то элемент, что-то проверяется. Ага, мы видим, что тест упал, видим подсвеченные красные сообщения об ошибке, и можем прям найти, скачать, посмотреть скриншот. На скриншоте видим, что текст не совпадает с тем, что мы ожидаем. Круто. Итак, как нам выбрать самим инструмент? Во-первых, нам нужно определить критерии выбора, да? Для чего мы этот инструмент выбираем и по каким критериям? Можете либо задать вопросы и какие-то критерии самим сформировать, или использовать уже готовые, я буду только рада, если честно, потому что это сравнение, которое идет по ссылке в таблице, надеюсь, кому-то пригодится для своего сложного выбора. Приоритизируем наши критерии, понимаем, что для нас более важно, но что менее важно. Далее, собственно, сравнение проводим. Можно его организовать как-то в форме таблицы или просто прописать важные данные для каждого инструмента и обсудить с командой. Учитываем критерии. Немножко кэпская такая формулировка, но знаете, на самом деле, когда погружаешься в это море инструментов, иногда очень сложно забыть про то, а так, что мы выбираем, что нам вообще нужно, блин, о, какой классный там студия, IDE, круто. Не забываем про здравый смысл. Иногда инструмент хорошо подходит по критериям, но не очень хорошо подходит с точки зрения, как раз-таки, логичности его использования. Согласуем это дело с руководством, либо обсуждаем за своей командой. Ну, потому что прозрачность в наших действиях должна быть, да, и мне кажется, единолично выбирать инструмент, это немножечко нечестно. И помним всегда, зачем мы это делаем. Поддерживаем таким образом мотивацию на всем протяжении нашего проекта. Помним, зачем мы используем этот инструмент, зачем мы взяли в руки этот молоток. Вот пока я вам рассказывала про эти инструменты, появился еще один, который я обнаружила буквально пару дней назад, который работает через NPM и, по-моему, через Pupiter, в его основе зашито. Это я бы хотела привести в пример того, что на самом деле не стоит привязываться к какому-то конкретному инструменту. На рынке всегда появляется что-то новое, что-то платное, что-то бесплатное, что-то более мощное, что-то менее мощное. Ну и самое главное, это чтобы инструмент подходил именно вам. Возможно, стоит проводить такой анализ непосредственно в момент, когда вам этот инструмент и понадобится. Подведем итоги. Кодлис-инструменты — это инструменты. И они хорошо работают в руках умелого мастера. Это обертка над Selenium WebDriver, поэтому нужно всегда помнить, какие ограничения в себе несет этот факт. Если хотите углубляться в автотесты и в дальнейшем становиться человеком, который будет гордо говорить, да, я занимаюсь автоматизацией, то придется учить код. Кодлис-инструменты — это лишь временное решение, это своего рода костыль, на мой взгляд. Для начала пути, тем не менее, или для срочных задач. Кодлис-инструменты — это реально хорошее начало. Если они выполняют свою цель, то почему бы и нет? Идеального инструмента, конечно же, не существует. Как не существует серебряная пуля, в принципе, ни для чего. Поэтому нам всегда нужно помнить, зачем именно нам этот инструмент нужен и как мы его будем использовать. Ну и, наконец, автоматизация — да, это просто инструмент. Весь доклад это повторяю, но это прям моя любимая фраза. И поэтому максимум пользы она будет приносить в руках умелого мастера. А значит, все зависит именно от вас, именно от вашего желания, от ваших целей, от вашего умения и от того, вот насколько вы будете выжимать из этого инструмента весь максимум его мощности. Собственно, здесь на слайде полезности, которые могут вам пригодиться. Здесь ссылки на все инструменты, которые мы рассмотрели. Ссылка еще раз на таблицу со сравнением инструментов, если кто-то не успел ее сфотографировать или осканировать. И доклад Игоря Голдшмитта про будущее QA. И там в том числе как раз рассказывается про код для стулс. Доклад здоровский, очень рекомендую посмотреть. И закончить хочется такой древней мудростью, что значит, дорогу осилит идущий. Поэтому, что хочется сказать, идите по вашей дороге, и вы обязательно придете к тому, что вам действительно нужно. Главное — никогда не сдаваться и помнить, зачем мы это делаем. А инструменты, они будут всегда. Большое спасибо за внимание. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Здравствуйте. Спасибо за деклад. У меня вопрос такой по личному опыту. Насколько флаки-тесты могут быть с использованием кодлесс-инструментов? Ну, да, нестабильность в тестах будет всегда. Я кодлесс-инструментом пользовалась на начальных этапах, когда еще как раз-таки код писать толком не умела. И иногда тесты валились, потому что пару лет назад как раз-таки кодлесс-инструменты выцепляли локаторы какие-то совершенно дикие, с кучей вложенных дивов, например. Как только страница менялась, там как-то менялась структура страницы, естественно, тесты тут же начинали валиться. Сейчас, возможно, кодлесс-инструменты уже немножко лучше заточены под то, чтобы выцеплять действительно репрезентативные локаторы. Вот, то есть, но не все. Поэтому я бы сказала, что, наверное, флэки-тесты будут появляться и, возможно, будут появляться чуть чаще, чем при использовании кода. Это всегда нужно помнить. То есть, если система сильно нестабильная, то, возможно, кодлесс-инструменты – это такое решение. Спасибо. И тогда следующий вопрос, который вытекает из предыдущего. Стоит ли, ну, насколько тяжело мейнтейнить и проверять эти флэки-тесты? Да, не сильно тяжело, благодаря тому, что отчеты довольно понятны и ошибку найти легко. Другое дело, что бесит, когда все падает не потому, что не работает, а потому, что вот какая-то проблема именно с самим тестом. Мейнтейнить несложно, но раздражительно. Если проект долгий, и мейнтейнить это придется долго, то тоже лучше все-таки использовать коды, а не кодлесс-инструменты. Спасибо. Надеюсь, ответила. Спасибо вам. Меня зовут Дмитрий. Спасибо за доклад. Из всех инструментов, которые вы перечислили, я однажды имел дело с тест-проджектом, хотел поизучать его исходники, но мне их не дали. Это так, к слову. А вопрос, я думаю, у многих такой возник, как и у меня. Почему бы вам просто не нанять опытного автоматизатора, который и тесты напишет, и научит их запускать и писать, ну и, собственно, вам всю инфраструктуру настроить. Дмитрий, спасибо огромное за вопрос. Я ждала его, если честно. Ну, тут, наверное, есть несколько аргументов. Во-первых, в некоторых проектах срок жизни очень короткий. Ну, месяца три, например, да, и поддержки мы дальше не будем осуществлять. Поэтому нанимать автоматизатора это несколько рискованно. А когда закончится проект, чем его занять? А если он будет оверквалифай для следующего проекта? То есть, как бы, если он будет просто сидеть без работы, ему будет скучно, но он уйдет. Во-вторых, поиск хорошего автоматизатора это реально нелегкая задача и проще такого человека вырастить. Поэтому можно сказать, что кодлис инструмента это заглушка такая, которую применяем, пока растим, собственно, людей, которые будут с автоматизацией общаться уже более уверенно и избавят проект от необходимости прибегать к таким инструментам. Ну, так в целом, если есть человек, который готов заниматься автоматизацией, то это супер. Но вот кодлис инструмент это выход в ситуации, когда как раз-таки немножко сложно. Поиск соответствующего человека это, к сожалению, всегда челлендж, могу сказать, по личному опыту. Ну, если у вас несколько проектов, а не один, то и человек... У опытного автоматизатора всегда какие-то наработки есть, которые он готов прям сразу применить, только сценарий написать. Я с радостью после доклада в Кувуаре поделюсь болью по поиску опытного автоматизатора. На самом деле, если у кого-то есть советы на это, что-то я их с радостью приму, потому что... Ну, я согласна, это хорошее решение, но не всегда его можно осуществить здесь и сейчас за быстрое время. За короткое время. Спасибо вам. Здравствуй, меня зовут Сергей. Спасибо тебе большое за доклад. Очень интересно было. Вопрос у меня следующего характера. Если речь идет об использовании Catalon Studio, каким образом осуществляется поиск объектов на десктопных приложениях? То есть, если с вебом все понятно, как это работает, и также с андроидом, то неясно, как на десктопе ищутся объекты. По разрешению экрана, на котором запись осуществляется, либо это типа SQL IDE, который в скриншотике вырезаешь объектов, он потом на основе какого-то там колхозного ИИ пытается найти схожее изображение. Спасибо за вопрос, Сергей. Я признаюсь честно, я не углублялась настолько, поэтому не смогу дать точный ответ. Могу предположить, что поиск происходит по каким-то, может быть, путям к какому-то конкретному файлу, но это чисто предположение. Я в этом деле абсолютно не разбираюсь, поэтому, к сожалению, не могу дать вот такой вот точный ответ. Понял, спасибо. И единственный момент, буквально пару, может, месяца два-три назад еще появилась такая штука, называется AirTest IDE, ее делают китайцы из NetEase, и те, кто с ней сталкивался, очень ее нахваливают, что очень сильная бесплатная тулза. AirTest IDE? AirTest IDE называется. Здорово, спасибо огромное. Да, можешь посмотреть, может, будет полезным. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Меня зовут Тимофей. Очень интересный был доклад. Я в свое время слышал, так скажем, ну, сам не видел, но слышал о том, что вот эти кликерные автотесты, так скажем, кодлис, они занимают абсурдное время на исполнение тестов. Насколько это большая проблема по практике и как вы боретесь? Вы урезаете тест-план или вы параллелизмом этим занимаетесь каким-то там на нескольких девайсах? В общем, какой опыт есть, скажем так, в борьбе с этой проблемой? Спасибо. Спасибо большое за вопрос, Тимофей. Тут на самом деле, как, из моего опыта, когда я применяла корлис-инструменты, у меня еще не было проблемы запуска большого количества тестов, которые очень долго прогоняются. Конечно, замедление по сравнению с тем же кодом оно чувствуется, но особенно потом, когда к коду переходишь. Но это не вставало как-то в такую трудность, чтобы с этим реально приходилось бороться. А потом, когда я поняла, что хочется и дальше использовать автоматизацию в работе, я перешла к написанию кода, то есть освоила уже связку питом плюс селениум для того, чтобы начать. Потому что корлис-инструменты не позволяли мне сделать все, чего я хотела на тот момент. Поэтому я просто не дошла до момента борьбы с очень долгим исполнением. Но мне кажется, что параллельный запуск это может быть одним из решений. Вот. Ну и, как я уже сказала в одном из пунктов, трудность как раз таки в том, что из-за этой прослойки скорость всегда будет немножко медленнее. И мне кажется, даже если мы будем как-то оптимизировать наши локаторы, повышать тестабельность приложения, заходить с разных сторон, не только со стороны инструмента, все равно рано или поздно мы придем к тому, что слишком медленно они исполняются и ну вот система разрастается, нужно все-таки переходить к коду. Я имею в виду даже не то, что сам тест один медленно идет. Я имею в виду объем тестов, ну количество их, насколько оно катастрофически может разрастись. Ну то есть на крупном проекте, понятно, на мелкий проект, который вы три месяца делаете, вы физически не напилите там тестов на то, чтобы они в днях исполнялись, например. Но по опыту коллег, которые на это жаловались, крупные проекты вязнут в этом, то есть огромное количество тестов и они вот как раз как-то должны исхитриться с этим. Я считаю, что на крупный проект все-таки нужно прибегать к инструментам автоматизации с кодом, потому что в них есть больше возможностей для как раз-таки оптимизации скорости. То есть мне кажется, что это просто не история код для стулзов. Вот, поэтому тут разве что такое могу дать ответ. Спасибо вам. К сожалению, время у нас кончилось на вопросы. Все вопросы дальше уже лично. Не забывайте просто оценивать докладчика. А можно я подарю футболочку Сергею? Мне очень понравился его вопрос и подловили меня буквально. И совет про новое ДЕ. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.